Это новости сейчас в прямом эфире в студии Павел Лазовик. Добрый день. Беларусь полна решимости развивать сотрудничество с Вьетнамом. Это подтвердил Александр Лукашенко, встречаясь сегодня с послом страны. Нгуэн Ван Нгы приступил к работе недавно, в начале февраля. Вручал верительные грамоты, но дипломат начинает не с нуля. Есть серьезный задел между странами. Нынешний диалог не ради дипломатической вежливости за переговорами, прежде всего экономический интерес и обсуждение перспективных направлений для сотрудничества. Наш президент называл Вьетнам важной площадкой для работы в Беларуси в регионе Юго-Восточной Азии. При этом последовательно на протяжении 30-летней истории дипотношений, поддерживая политические контакты с руководством этой страны. Мы всегда будем делать все для того, чтобы Вьетнам развивался. Это не только потому, что мы любим вьетнамский народ. Это действительно так. Мы с любовью относимся к вашему народу. Но это еще и потому, что это с точки зрения экономики выгодно. Это прагматизм характерен и для нашего народа, и для вьетнамского народа, для наших государств. Это сотрудничество всегда приносило и будет приносить пользу. У нас немного, но и немало, около 200 миллионов уже товарооборот по году. Может быть и больше. Это только устенный товарооборот. Мы полны решимости развивать. Наш сотрудничество сферы экономики – это фундамент наших отношений. Вы знаете наши возможности. Мы будем стремиться к тому, чтобы наши технологии переносить на территорию Вьетнама. Несмотря на пандемию, в общей торговле позитивный тренд. Мы готовы помимо поставок техники и удобрений создавать во Вьетнаме совместные предприятия. Тем более опыт есть, действует сборка грузовиков. Белорусская страна предлагает актуализировать планы совместных действий по созданию молочного производства. А пока наращивает поставки продуктов питания на 100-миллионный вьетнамский рынок. И с этой целью проводится сертификация в оперативности процедуры. Несомненно, заинтересована и вьетнамская страна. И сегодня в Минске обсуждали взаимодействие Белоруссии и Сирии. На встрече председателя Палаты представителей с послом Арабской Республики. Стороны говорили о межпарламентском торгово-экономическом диалоге. Дипломат поблагодарил Беларусь, которая поддержала Сирию в последнем длительном вооруженном конфликте. Отмечу, страны взаимодействуют и в гуманитарной сфере. Под патронажем нашего президента реализуется проект по оздоровлению и лечению сирийских детей в Зубрёнке. За последние пять лет там побывало около тысячи ребят из Сирии. Новый раунд переговоров делегации России и Украины в эти минуты проходит в Стамбуле. СМИ отмечают помощник президента России Владимир Мединский и глава межпарламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия. Около часа общались тет-а-тет. Перед началом переговоров к участникам делегации обратился президент Турции. Реджеп Таип Эрдеган отметил, что Турция готова организовать встречу Путина с Зеленским и содействовать переговорному процессу между Россией и Украиной. Во Франции официально стартовала избирательная кампания. Кандидатами на пост главы государства зарегистрированы 12 человек и уже проведены первые предвыборные митинги. В Париже и Марселе их провели лидер ультраправого движения «Реконкиста» Рик Зимур и основатель леворадикальной партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон. Главный конкурент действующему главе Пятой Республики Макрону в борьбе за президентский пост Марин Лепен с 17% голосов. Именно она противостояла Макрону и в решающем голосовании 5 лет назад. Ну а в этом году первый тур голосований назначен на 10 апреля. Новая информация у моих коллег в 15 часов в нашем эфире. Всего доброго.